Девушки отдыхают Потому как Торонто сейчас серии выигрывает 3-2 И команда близка к успеху, чтобы завершить эту серию Но посмотрим, даст ли это сделать Лос-Анджелес Команда будет бороться до конца Ну что ж, вот у нас уже проброс Да, вот некоторые из хоккеистов так суеверно Видите, они носят и бороды А это Уэль Грецкий На ваших экранах Капитан Лос-Анджелес Кингс, 99-й номер Наверное, именно Уэйн должен повести партнеров за собой Ну я напомню, как вот проходили матчи вот в этой серии В первом матче Торонто у себя дома выигрывает 4-1 Во второй игре, увы, проигрывает 2-3 И команда переезжает в Лос-Анджелес Где Лос-Анджелес выигрывает 4-2 А потом также 2-4 проигрывает Торонто в атаке Опасный момент и гол! 1-0 Вот так вот начало И все поздравляют Глена Андерсона Вот на ваших экранах показались сейчас Алексея Житника Ошибается Томас Санстрем Седьмой номер Ну тут, наверное, ошибаются все Да еще и рикошет Началось-то вот здесь Все вот с этой ошибки Томаса Санстрема Вот, бросок Андерсона Рикошеты, шайба в воротах 1-0 Глен Андерсон Ну и вот в этом матче Глен Андерсон набирает 200-е очко в своей карьере в плей-офф Браво! А шестая шайба заброшена Гленом Андерсоном вообще в этом розыгрыше Ну так вот возвращаемся, да Команды выиграли по одной игре Дома по одной игре они проиграли Также дома И вот в пятом матче Торонто в овертайме выигрывает у Лос-Анджелеса 3-2 И вот, пожалуйста, сегодня шестая игра В которой мы, возможно, уже узнаем имя финалиста Кубка Стэнли Вот первой командой, которая вышла в финал Стал Монреаль Кеннедианс Который в пяти матчах победил Нью-Йорк Айлендерс И теперь вот Монреаль ждет, кто же будет его соперником по финалу Пока 1-0, напомню, Торонто выигрывает И Кленовые листья продолжают контролировать шайбу Вот они снова атакуют, да Но здесь положение вне игры было Все это видели Тот Гилл поторопился, 23-й номер Ну вот так Глен Андерсон его немножко подбодрил Да, и бросок-то не получился, как вы видите, у Глен Андерсона, да Ну вот Алексей Житник как раз оказался на пути шайбы Рикошет от его конька и шайба в воротах Ну вот представлю вам и голкиперов Ворота Лос-Анджелес защищает Келли Хруди Ворота Торонто Мэйпл Линд защищает Феликс Потвин Лос-Анджелес пытался пойти сейчас в атаку Да, Грецкий был с шайбой, вбрасывал шайбу в зону Торонто Но вот ничего более не получилось конструктивного у королей И сейчас шайба уже у игроков Торонто И они пытаются атаковать Но вот их атака на синей Лос-Анджелеса заканчивается Снова короли пытаются атаковать Вошли они в зону, пытаются разместиться Грецкий здесь за воротами Но шайбу не удалось ему зафиксировать Тут даже Уэйн участвует тут в прессинге Но кленовые листья шайбу из своей зоны выбрасывают Хотя вот короли обратно ее туда выбрасывают И Уэйн Грецкий пытается применить прессинг здесь Не совсем удачно у него это получается Вот так сейчас немного... Ой-ой-ой, какой мог сейчас быть опасный момент Да, вот так надо аккуратнее действовать сейчас защитником Торонто Потому как такие ошибки могут привести, ну так скажем, к очень печальным последствиям Вот одну из них мы сейчас могли с вами наблюдать Но Феликс Поттвин вовремя накрыл шайбу Да, Томас Санстрин, конечно, к ней уже и не успевал Смотрим мы повтор, вот то, что здесь происходило Тут и силовая борьба мы также видим Главный тренер и команд на ваших экранах Вот Барри Милл Роуз тренирует Лос-Анджелес Кингс Ну и Пэт Бёрдс тренирует Торонто Майпл Ливс Вот на ваших экранах Уэйн Грецкий Легенда, легенда Национальной Хоккейной Лиги Пока на его счету 4 Кубка Стэнли И на кону стоит выход в финал Где есть возможность также побороться за этот самый почетнейший трофей Национальной Хоккейной Лиги Ну и, наверное, вообще во всем мировом хоккее Пытаются сейчас кленовые листья начать атаку Но вот тут таким способом их останавливают Однако шайба у них, опасный был бросок Но все заканчивается благополучно По-прежнему Торонто владеет шайбой Еще один бросок И вот сувенир отправляется к болельщикам Которые очень этому рады Ну, получить шайбу с полуфинала тоже очень приятно Что, собственно, они и делают Вот на ваших экранах 25-й номер Торонто Майпл Ливс Петер Зезель 70 матчей он провел в этом регулярном чемпионате Сезона 1992-1993 годов 12 заброшенных шайб 23 результативные передачи 35 очков и 24 минуты штрафного времени А всего 54 очка он набрал в плей-офф 96 в матчах Ну что же, наверное, не самый худший результат То есть примерно получается за два матча Одну очку Опасный момент! Келли Круди отбивает! И сейчас Лос-Анджелес уже рвется в атаку Правда, тут не дают игроки Торонто этого сделать Борьба А по шайбу сохранили игроки Лос-Анджелеса Ну, да, удается Бросок! Шайба попадает в кого-то из игроков Торонто Еще не на пасы, Мариян! Продолжают короли атаковать А где же шайба? Вот поднимают руки игроки Лос-Анджелеса И что-то там происходит Будет ли засчитана шайба или нет? Да, интересный эпизод сейчас произошел Дэрил Сидор! Вот он так радуется Кэрри Фрезер Сейчас помощники что-то ему говорят И, наверное, придется посмотреть повтор этого момента Чтобы определить, была что-то шайба в воротах или нет Ну, вот тут Фрезер, да, так настойчиво просит игроков отодвинуться Так, и теперь будем мы с вами тоже наблюдать повторы Смотреть, пересекла ли шайба ленточку или нет Вот здесь непонятно, что творится Толкаются тут все Уже игрок Лос-Анджелеса оказался во владениях Феликса Потвина Дэрил Сидор показывает, что шайба побывала в воротах Давайте и мы с вами смотреть Так Но вообще, наверное, такую шайбу засчитывать не стоит Потому как все-таки Игрок Лос-Анджелеса находился прямо в площади ворота Практически чуть ли не в воротах он вместе находился с Феликсом Потвидом Не знаю, конечно, какое сейчас примут решение Но вот на мой счет, действительно, если так, да, смотреть то, что мы с вами видели Шайба не должна быть засчитана Хотя вот не знаю, посмотрим мы сейчас, что будет Вот Фрезер объясняет капитану Торонто, что же там произошло Уэндалу Кларку А нет, друзья мои, шайба-то, я так понимаю, засчитана будет Браво! Браво! Да, вот еще раз, давайте с вами смотреть Не очень понятная, конечно, ситуация Но, тем не менее, счет становится 1-1, да Очень интересное решение Ну, что же, это решение мы оставим на совести тех людей, кто его принимал Да, посмотрим, что будет дальше Пытаются сейчас кленовые листья начать атаку Прессингуют они в зоне Лос-Анджелеса Правда, Лос-Анджелесу быстро удается выйти из своей зоны И тут же есть возможность для контратаки Передача на пятак, опасный бросок Феликс Поттен ловит шайбу И прижимает ее, да Надо сейчас игрокам успокоиться Потому как Феликс Поттен уже шайбу прижал И свисток арбитра все слышали Поэтому, наверное, идти на добивание туда на пятак смысла не имело Смотрим мы повтор Великолепная передача на пятак И вот бросок последовал от Тима Уотерса Но точно Феликса Поттена Смотрим мы еще раз этот эпизод Да, Феликс Поттен в этом эпизоде сыграл, в общем-то, надежно Как вы уже видели И спас свою команду Хотя, наверное, и бросок этот назвать Уж очень сложным нельзя Видел момент броска галкипер Поэтому вот все закончилось для него, наверное, и благополучно У нас менее чем полторы минуты остаются до конца первого периода Счет 1-1 И у нас тут возникает небольшая драка Видели, с чего все это началось Да, сначала последовал силовой прием Потом один из хоккеистов решил ответить Из хоккеистов Торонто Толкнул он своего обидчика в спину Тот, как говорится, в долгу не остался Ответил ему И из-за этого возникает небольшая потасовочка Пытается сейчас арбитр всех тут успокоить Привести в чувство Правда, не всем вот так сразу удается Майк Фолини Вот 71 номер, как-то он не сразу успокаивается Но вот 33 номер Марти Максорли Скажем, тоже не сразу он успокаивается Ну, наверное, от Марти Максорли это можно ожидать Потому как этот парень и не успокоится Вот мы видим вот этот момент Тут Роуз толкнул потом вот еще Тут и друг друга все начали пинать, толкать, пихать И все это мы видим, чем закончился А это закончилось, я так понимаю, удалениями Вот Роуз удален, естественно, отправляется он отдохнуть Потому как до конца матча остается, ну, чуть более минуты И отправляется отдохнуть и Марти Максорли То же самое Ну, вот, наверное, остынут Они сейчас в раздевалке придут в чувство Подумают, что все-таки это полуфинал Кубка Стэнли И надо как-то свои эмоции держать А у Торонто есть прекрасная возможность Опасный момент Ой-ой-ой-ой-ой Ну, как же так? Да, момент-то был очень серьезный Три секунды остаются до конца первого периода Вот такая вот контратака Ну, что же так? Ну, вот как так можно? Билл Берк, ну, что-то он сам запутал И запутал В том числе и своего партнера Может быть, здесь стоило отдать передачу? Роб Блейк Здорово сыграл в этом эпизоде Клюшкой Прочитал он эту комбинацию Ну, и поэтому, видимо, и спас свою команду Три секунды остается командам Вот провести еще в первом периоде Я думаю, что за три секунды Вряд ли у кого что-либо получится Хотя разные бывают ситуации Вбрасывание И вот тут бросок Ой-ой-ой Да Опаснейший бросок А мы с вами отправляемся на перерыв Начинается у нас второй период Матч между командами Лос-Анджелес Кингс Торонто Мэйпл Ливз После первого периода Счет 1-1 А я вам напомню, что это шестая игра Полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли Счет серии 3-2 В пользу кленовых листьев И сегодня у них есть шанс Выйти в финал Ну а в финал уже вышла одна команда Это Монреаль Кеннеденс Который вот теперь и ждет Своего соперника по финалу Дук Гилмор тут немножко запутался Упал даже Опасно тут и Глен Андерсон Проезжал на пятаке А Торонто продолжает атаковать Опасный момент Еще один бросок Поворотом Келли Хруди Но все заканчивается Благополучно для королей И они отправляются в контратаку Трое против двоих Санстре Бросок Выше ворот Проходит шайба И она снова оказывается У королей из Лос-Анджелеса Марти Максорли сейчас был с шайбой Какую-то не очень хорошую передачу надал Однако шайба остается у королей Опасный бросок Феликс Потвин выручает свою команду Люк Робетайл бросал сейчас Поворотом Торонто Но все закончилось благополучно Как вы это уже сами видели Да, вот Торонто только выбрасывает шайбу из своей зоны И более ничего Да, шайба теперь у кленовых листьев И вот в их составе сейчас будет удаление Осборн удаляется на две минуты за подножку Нет, арбитр нам показывает затолчок Ну что же, Лос-Анджелес получает прекрасную возможность А, вот, действительно затолчок Прошу прощения Сначала мне подумалось, что это была подножка Но вот при рассмотрении этого эпизода подробно Мы с вами видим, что все было не так А это вот Алексей Житник против Гленна Андерсона Такой, скажем, неприятный силовой прием, конечно Для Гленна Андерсона Вот, наверное, для Алексея Житника специально играла такая музыкальная пауза Калинка-малинка Ну что же, Лос-Анджелес в большинстве Посмотрим Ой-ой-ой-ой-ой Да, только я хотел сказать, что мы посмотрим Как короли будут реализовывать это численное преимущество И тут же они допустили ошибку А тем временем уже 5 секунд остается Торонто провести в меньшинстве И, похоже, королям не удалось Используют численное преимущество Какая же хорошая сейчас была передача на пятак Но, увы Увы, на этом все закончилось Не идут сейчас кленовые листья вперед Просто выбрасывают они шайбу подальше в зону Лос-Анджелеса Ну, это было, я так думаю, связано просто с тем, чтобы Смениться и немножко передохнуть Короли продолжают атаковать Правда, вот бросков по воротам, к сожалению, не очень много Пока мы видим в исполнении королей А вот сейчас есть возможность у Торонто Опасный момент и гол Уэндл Кларк 2-1 Ну вот, пожалуйста, и болельщики Торонто присутствуют здесь на этом матче Да, вот, пожалуйста, ошибка В средней зоне Уэндл Кларк отправляется на рандеву С Келли Хруди и делает, в общем-то, это, как мы видим с вами, очень и очень удачно Да, мастерский, что здесь скажешь 2-1 Торонто пока впереди И вот сейчас у... Была возможность у Торонто Провести атаку, потому как команда находилась в большинстве Но, к сожалению, похоже, здесь был офсайт Или что здесь произошло, так я и не понял Но, как нам сказал арбитр, то это был офсайт Торонто продолжает атаковать Еще один опасный бросок И теперь уже Лос-Анджелес отвечает Короли сейчас в большинстве Пытаются они войти в зону Блейк шайбой Житник Далее передача вот туда, на левый фланг Санстрем Прекрасная передача и гол! 2-2 Марты Максорли Сравнивает счет, да, великолепно Великолепный бросок И счет становится 2-2 Ну вот, пожалуйста, показывает нам Марты Максорли Здорово здесь все получилось И передача была очень своевременная Санстрем Великолепная передача Максорли, но один он там находился Вот Роберт Айл сюда делает передачу Санстрем А Санстрем далее Делает передачу Марты Максорли Один он был перед воротом И бросок-то, я вам скажу, получился У него очень и очень хороший Ну что ж, 2-2 И ничего в этом матче Еще пока не ясно Пытаются, как мне кажется, кленовые листья Так вот по собране играть в обороне Может быть, не всегда у них это получается Но вот видно, да, когда команда повела в счете 2-1 Попытались кленовые листья, ну так скажем, более прижаться к своим воротам И попытаться, видимо, вот удержать этот победный счет И сыграть опять же на контратаках 21-й номер, вот нам показывает Тони Грената На нем, по-моему, было нарушение Или что там, офсайд был? Посмотрим Вот Барри Милроуз дает какие-то указания своим игрокам Так нервно он рассказывает За спинами своих игроков Периодически что-то им говоря Да, ну вот похоже, все-таки офсайд здесь был Кленовые листья с шайбой И они отправляются в атаку И вы знаете, у них это может здорово получиться Гилмар! Прекрасная передача! Ой-ой-ой-ой-ой! Какой опаснейший момент! И Келли Хруди даже теряет там свою амуницию Команду выручает, да Вот сейчас королям надо более, наверное, как-то играть В обороне по собране Потому как вот Торонто Сейчас мы видим, это действительно так и есть Старается и будет действовать именно на контратаках Эх, далеко сейчас отпустил шайбу игрок Торонто А могла бы получиться неплохая контратака Опять же, в исполнении Кленовых листьев Но, как мы с вами видим, этого не произошло Посмотрите, сейчас применяют прессинг игроки Лос-Анджелеса Смотрим мы, что здесь творится Житник И у нас свисток, похоже, сейчас будет удаление Пэт Бёрнс так вот как-то внимательно смотрит за всем, что происходит на льду Джимми Маккаун удален на две минуты И две минуты ему придется отдохнуть Так, ну что же, вот у Лос-Анджелеса есть теперь прекрасная возможность для того, чтобы попытаться в этом матче выйти вперед Отправляет Пэт Бёрнс своих игроков, которые, видимо, и будут стараться Сейчас не пропустить бригада меньшинства Посмотрим, удастся ли им это сделать или нет Но, я думаю, задача сейчас будет трудная Ну что ж, посмотрим, что будет делать Лос-Анджелес Здесь, естественно, пытаются сейчас Короли разместиться в зоне Торонто Бросок, а синий гол! Вот так! 3-2 Лос-Анджелес выходит вперед в этом матче Да Похоже, это Дэрил Сидор бросал сейчас поворотом Давайте смотреть повтор Бросок и шайба в воротах Куда смотрел Феликс Потлин? Почему он так сделал? Ну, похоже, может быть, там и рикошет был Да, как мне показалось, рикошет там тоже был Да, Дэрил Сидор, автор заброшенной шайбы И 3-2 Короли выходят вперед в этом матче Вот 17-й номер на ваших экранах Яри Кури, партнер Уэйна Грецки Вместе они играли с ним в Эдмонтоне Вот вместе они теперь с ним играют и в Лос-Анджелесе Давайте посмотрим статистику Яри Кури В сезоне 1992-1993 годов 82 матча 27 заброшенных шайб 60 голевых передач 87 очков Ну что же, результат Очень и очень хороший Ну а самым результативным Вот в регулярном чемпионате у Лос-Анджелеса Стал Люк Робита 84 матча он провел 63 заброшенной шайбы И 62 голевые передачи 125 очков Видели мы сейчас опасный момент в исполнении кленовых листьев Но Келли Круди свою команду выручает А это уже Лос-Анджелес Кури промахивается по шайбе А момент-то был опасный Да Посмотрим, что будет дальше Ну вот Лос-Анджелес болельщики подбадривают свою команду И что, удаление сейчас будет в составе кленовых листьев Вот за это нарушение Опаснейший бросок от синей линии Сейчас мы видели в исполнении Королей, но все закончилось благополучно Осбор с шайбой Борьба тут за воротами Но все заканчивается для королей благополучно И они отправляются в очередную атаку Грецкий Ищет он партнера В передаче еще один момент Феликс Потвин Вот сейчас свою команду Ну, можно сказать, просто спасает Полторы минуты еще короли будут играть В большинстве Да, браво, браво, Феликс Потвин Неудачно сейчас получилось Со входом в зону у королей И что, арбитр Не будет свиска и удаление Марти Максор не все делал правильно Браво Да Ну, вот иногда и такое встречается судейство Хотя у Фрезера, наверное, обменить ее в чем-то сложно Минуту еще Гол Лук Робитайл 4-2 Да, казалось бы, ничего не предвещает беды вот в этом эпизоде Торонто Но вот откуда ни возьмись, появился на пятаке Люк Робитайл Вот, смотрите, еще раз Ну, вроде, да, эпизод-то вот не очень-то опасный Пытаются кленовые листья выбросить шайбу из своей зоны И вот, пожалуйста, Люк Робитайл Тут как тут Блейк бросает Не думаю, что это была передача Но, опять же, здесь, наверное, стоит и попенять на защитников Торонто Ошибаются они на пятаке Ну, что здесь еще можно сделать? Ну, что ж, посмотрим, чем теперь ответит Торонто В любом случае, Лос-Анджелесу проигрывать сегодня нельзя И они идут и идут в атаку 4-2 они сейчас выиграют А счет серии, напомню, 3-2 в пользу Торонто Мэйпл Ливс И всего один шаг осталось сделать кленовым листьям для того, чтобы выйти в финал Где их уже ждет Монриэль Кеннедианс Ну, вот, посмотрим, кому все-таки улыбнется удача Будет ли у нас седьмая игра или все-таки ограничим шестью Вот звучит сейчас сирена и заканчивается второй период А мы с вами отправляемся на перерыв Ну, что ж, шестая игра Полуфинал Кубка Стэнли Лос-Анджелес у себя дома против Торонто Мэйпл Ливс Третий период у нас с вами начинается И начинается он при счете 4-2 в пользу Лос-Анджелеса Посмотрим, что удастся сделать кленовым листьям Выиграют они в серии 3-2 Но вот в этом матче, к сожалению, пока проигрывают И вот этот один шаг, оставшийся им сделать до выхода в финал Наверное, один из самых трудных Но Торонто, я думаю, сдаваться не собирается Уэдл Кларк, какой опасный бросок Келли Хруди с трудом отбивает шайбу Продолжает кленовые листья атаковать Борьба за воротами Торонто тут организует прессинг По-прежнему атакуют кленовые листья Лос-Анджелес сейчас в меньшинстве Не выходит шайба И отличная передача Удалось сохранить кленовым листьям шайбу Опасный момент Кто-то из игроков Торонто сейчас подставлял клюшку И она так взмыла шайба вверх, мы видели И практически попала в ворота Однако только это могло бы случиться На самом деле этого не произошло И теперь уже Лос-Анджелес идет в контратаку Уэльн Грецкий держит шайбу И сейчас просто он ее выбрасывает подальше от своих ворот Кларк, бросок! Да, опасный бросок там И Фолини уже был готов добить шайбу Однако этого сделать не удалось Ну вот такая ленточка у Келли Хруди У голкипера Лос-Анджелес Кингс Возможно на удачу Наверное один из его талисманов Да, хорошая сейчас была атака В исполнении кленовых листьев Но для Лос-Анджелеса закончилось Как мы видим здесь Все благополучно Вбрасывание в зоне Торонто Выиграли кленовые листья это вбрасывание И теперь им конечно надо побыстрее Побыстрее перемещаться в зону Лос-Анджелеса Но вот сделать наверное это сейчас будет очень и очень трудно Потому как и Лос-Анджелес понимает Что сейчас им надо действовать более надежно в обороне И постараться не пропустить Потому как счет серии 3-2 не в их пользу И сегодня им нужно только побеждать Чтобы состоялся седьмой матч Если он состоится То будет проходить он в Торонто Вот сейчас есть хорошая возможность Кларк бросает и гол Уэндл Кларк 4-3 Да, Келли Круди сейчас так нервно прокатывается тут в своей зоне Пропустил он шайбу Может быть не самую сложную Ну вот так скажем Атака-то, да, я вам скажу Не совсем какая-то она получилась такая уж Сильно продуманная Но вот в любом случае Получил у Эндл Кларк шайбу Тут же получил он, да, смотрите Нашел возможность для броска И в общем-то он это и сделал Вот показывает нам статистику Голкиперов в этом матче Келли Круди 25 отраженных бросков Феликс Потвин 28 Не очень уж большое количество Бросков по воротам Хотя еще есть время для того Чтобы это все изменить Время-то для этого еще есть А Торонто продолжает атаковать Да оно и понятно Проигрывают сейчас кленовые листья 4-3 Хочется им отыграться Вот сейчас опасный мог быть момент Там борьба за воротами Шайба неожиданно выскакивает на пятак По-прежнему она в зоне Лос-Анджелеса Опасный момент Да Вот сейчас, наверное, королям повезло Однако Торонто продолжает атаковать Гилмар был шайбой И теперь есть у Лос-Анджелеса Возможность для контратаки Грецкий Санстрем Опасный момент Ой-ой-ой-ой-ой Томас Санстрем Да Теперь ответ Торонто Ну правда бросок проходит мимо цели Ну в общем-то, собственно говоря, как и у Томаса Санстрема Шайба прошла рядом со штангой В дальний угол пытался бросать Санстрем Но мы видели, что рядом со штангой проходит шайба Торонто продолжает атаковать А до конца третьего переда остается 3 минуты 30 секунд Вот это есть то время, за которое Торонто надо попытаться сравнять счет Опасной сейчас была атака Продолжают кленовые листья атаковать Будет бросок Нет, последовала передача, но, увы, она не проходит И теперь вот у Лос-Анджелеса есть возможность для атаки Правда, ну цеплял, там цеплял, конечно, игрок Лос-Анджелеса, игрока Торонто Но, видимо, цеплял он в пределах правил Так, наверное, подумал и арбитр Все нормально, игра у нас продолжается Где-то порядка трех минут остается командам провести в третьем периоде И вот, собственно, эти три минуты есть у Торонто для того, чтобы попытаться счет сравнять Выбрасывают королище от шайбы из своей зоны Тут же они прессингуют Тони Граната это делает Да, вот там борется он так ожесточенно за шайбу Оказывается на льду Болельщики думают, что сейчас, возможно, будет даже какое-то удаление Но нет, хватит там уже вот этих ненужных удалений и свистков Видели мы, когда почему-то арбитр молчал У Торонто есть еще две минуты для того, чтобы счет сравнять Бросок поворотом Ну, это в надежде просто здесь зацепиться и побороться за шайбу Продолжают кленовые листья атаковать Выбрасывают короли шайбу из своей зоны И, пожалуйста, последние две минуты третьего периода Посмотрим, удастся ли кленовым листьям счет сравнять в этом матче Возможно, увидим мы с вами замену голкибера на шестого полевого игрока Опасный момент И вот тогда у Лос-Анджелеса и появится шанс для того, чтобы в этом матче победить Вот без всякой нервотрепки Опасный момент Феликс Потвин выручает свою команду и тут же отправляет своих партнеров в атаку Полторы минуты остается до конца третьего периода Опасный момент Глен Андерсон на пятаке А броска-то и не последовал Продолжается атака Еще один воздох У Эдл Кларк Гол! Гол! 4-4 В Эдл Кларк сравнивает счет в этом матче Браво! Да! Не самый, наверное, сложный бросок опять мы с вами видим Давайте смотреть повтор Гилмор Передача Кларку Бросок Ну вот тут и Келли Хруди, возможно, не видел он этого момента броска 12 секунд остается до конца Третьего периода Ничья 4-4 Атакуют короли Опасный момент Феликс Потвин свою команду выручает 2 секунды остается до конца третьего периода 4-4 И нас с вами ждет, наверное, по всей видимости, овертайм А что еще может здесь быть? Грецкий бросает Потвин отбивает И так смотрит он в ворота Что же там происходит Ну, в общем, все закончилось для кленовых листьев благополучно Вбрасывание в их зоне еще есть возможность для броска Но в это время звучит сирена И сейчас мы будем с вами свидетелями овертайма Смотрим мы, как Уэндалл Кларк спас свою команду И фактически перевел он игру в овертайм Потому как это была единственная шайба Ну что ж Начинается у нас с вами овертайм Ну и теперь все решит только одна шайба Только одна шайба может в этом матче все решить Или Торонто в финале Или Лос-Анджелес отправляется в Торонто на седьмую игру 3-2 счет серии в пользу Торонто Мэйпл Ливст И Лос-Анджелесу нужна сегодня только победа Грецкий с шайбой Ищет он партнеров для передачи Вот смотрите, Торонто сейчас в меньшинстве Грецкий, бросок И не получился у него бросок Получает травму игрок Торонто Гилмор Ну вот недовольны здесь болельщики Может быть не совсем по-спортивному себя повел Даг Гилмор Что-то он пытается доказать арбитру Что-то вот какое-то сейчас решение Где же будет, по всей видимости, в Брасселе Пэт Бёрнс так внимательно смотрит за всем происходящим Вот он, вот он, легендарный Уэйн Грецкий 99-й номер, Лос-Анджелес Кингс Небольшое сейчас совещание Устроили арбитры Решают они, что же там будет Давайте мы с вами смотреть Повтор бросок Грецкий Шайба вот попадает Нет, сначала она попала в Макоуна А потом уже вот в Гилмора И похоже Даг Гилмор пытался объяснить, что ему попали клюшкой И сделал это никто иной, как Уэйн Грецкий Но вроде как все заканчивается Показывает он, что что-то произошло Но вот и Грецкий пытается здесь что-то объяснить арбитрам Ну, я не думаю, что Уэйн делал это что-то нарочно и преднамеренно Барри Милл Роуз так вот жует он жвачку Нервно расхаживает туда-сюда Но тем временем вот сейчас у нас игра возобновится 4-4, я напомню, счет в этом матче И 3-2 в серии в пользу Торонто Мэйпл Ливс Ну, как говорят овертайм, вот это внезапная смерть Ну что ж, посмотрим Сегодня у нас решается Вот именно в этом матче все будет решаться в овертайме Судьба финала или седьмого матча Выиграли игроки Торонто в Браслеве Но вот посмотрим Из зоны они пока из своей выйти не могут Вот сейчас они выбросили шайбу из своей зоны Еще минуту кленовым листям предстоит играть в меньшинстве Блейк с шайбой Начинает сейчас новую атаку Короли Так они делают это осторожно Да, правда передача от Блейка была не очень Я вам скажу хорошая потеря шайбы Житник Ищет он партнеров Санстрем Бросок Нет, в кого-то из игроков попадает шайба Неудача Ах, вот сейчас все-таки она выходит из зоны кленовых листьев И вот посмотрите, есть возможность даже для броска Келли Хруди выручает свою команду Еще один опасный момент Ну что ж вы, короли, так играете-то в защите Аккуратней надо Лос-Анджелес идет в атаку Санстрем Вот еще 10 секунд предстоит Торонто Роби Тайл Передача на Грецкий Гол! Уэйн Грецкий Приносит победу своей команде Седьмая игра, значит, все-таки состоится Браво! Браво, Уэйн Грецкий! Да, что здесь еще можно сказать? Великий, великий Уэйн Грецкий Спасает свою команду И выводит ее на седьмую игру Значит, еще не финал Торонто не в финале И на данный момент это все Смотрите классику НХЛ На канале Семь ТВ Для вас работал Владимир Дегтярев Субтитры сделал DimaTorzok